Ай, а это что за апокалипсис? Да, такого я не ожидал. Это просто трындец. Замерзло все. Я не знаю сейчас, как этот лед отскребать от лобовухи. С капота еще ладно, он сбился. Здарова, народ! Добро пожаловать на новую серию по спаржи. Закину сейчас я два колеса, грею машину и выезжаю забирать нипеля, который я забыл в покраске. Также заберу еще ковер на троечку. Погода у нас просто пипец, какая холодная. Вся машина, ну, по крайней мере, сейчас обледенела, потому что вчера шел снег, вот он до сих пор там сваляется. И у меня машина стоит между двух домов, а у нас тут турбулентность, и все это сильно очень задувает и вот так вот обледеневает. В общем, сейчас грею и выезжаю. Правда, есть небольшие нюансы. У меня до сих пор вылазит почему-то чек. И нужно заехать, вернуть ступичный подшипник, который я вчера купил. Купил его потому, что я приехал из центра, и у меня жутко заскрипело, захрустело. Правое переднее колесо. Ну, звук прям вообще конкретный был. Ну, сразу понятно, что ступится. В итоге остановился, попинал кольцо, да, люфтит. В итоге доехал до горностая, подтянул колесо. Оказывается, я забыл его подтянуть, когда последний раз менял болт развальный у Ивана Техника. Но на всякий случай купил подшипник, доехал до Ивана, проверили, все нормально. И сейчас действительно, да, еду, все хорошо. Потому что вчера было очень мокро и непонятно, как бы все хрустело, все скрипело от влаги, от песка. Ну, потому что грязно было очень. И, как видите, уже все, в снегу вчера ночью было. Вот. Сейчас еду, возвращаю подшипник и еду дальше по делам. Все, вернул я подшипник в горностай. Спасибо огромное ежу, что принял без проблем. Так, чуть-чуть поболтали, а я поехал дальше. Приехал сейчас к Диме забрать синий ковер, но и заодно посниму его с шуху, на котором он катается, потому что она мне, если честно говоря, очень таки нравится. Приехал сейчас к Диме, вот у него имеется во владении такая шестерка. Какого она года? 91. Вот, 91 черная, прям вот реальный КГБ, как я уже сказал ранее, на черных штампах, на черных колпаках. Ну, если честно, мне колпаки черные не нравятся. Ты что скажешь? Да. Самый лучший вариант для черного шкафа. Ну да, и на сочном ярком красном салоне. Вон, даже на камеру еще сильнее видно. И, кстати, руль от Копейки с кольцом, это прям вообще тема бомбовая, если я тоже хотел. За сколько ты его купил? За пятерку. Пятерка, ну, как бы да, плюс-минус они столько стоят. Я, короче, это, недавно меня облапошили, я такой же руль заказал за косарь. Ну и, соответственно, знаешь, что мне пришло? Зеркала от девятки. А гиды? Да. Дима сказал, что она уже была окрашена и полирована предыдущими владельцами. Но я не поверил ему, подумал, что он сперва сам ее все сделал. Вот вид сочный. Еще что, думаешь ниже делать? Пока нет. Дальше видно будет. Тоже на ништяках. Стоят хром-кольца в салоне. Вот сейчас хром-кольца, руль, как сказал. Ну и пока все. Ага, заглушка оригинальная, тоже с хром-кантиком. Получается у нас троечная торпеда. Батоны тоже троечная. А, мягкие. А у меня пластиковые. Вот, зеркало простое. Не, ну такая прям аккуратная шахаруль. Вообще прям хорошо так сидит в руках. Надо попросить сделать. Ой, заблокировал случайно. А, еще же гриль стоит. Типа тройка на половину шестерку у тебя. Ну типа да. Все самое лучшее. Ну это правильно. Я в принципе так же делаю. Что думаешь по поводу колечек хромированных поставить? Потом может быть, это не факт. А эти хромированные. Все, потом сейчас техника главная. А что у тебя по технике? Полный швак. Что, не едет? Едет, но очень условно. Перемещается. Понятно. Не, ну прикольно, прикольно. Прям хорошо смотрится. Прям доволен. Ну и как правило на одном зеркале. С водительской стороны. Свет уже заебись. Царапать их, конечно, не стоит. Да, так это же порошок. Нет, потому что здесь не прокрашено, то есть. Здесь наши гостители прокрашены. Ну это Кэнди. Он мне сказал, что аккуратно надо наносить его, иначе он будет темными местами. Вот у меня один диск, получается, вышел светлый, а остальные три такие темноватые довольно-таки. Ну и опять же, при разном освещении еще по-разному смотрятся. То темный, то светлый. На камеру вообще они тоже бывают очень светлые, бывают еще черные. А, ну видно, что спицы чуть-чуть ленее здесь посетили. Да, да, да. Но это, получается, взял два самых темных диска, по-моему. Вот у них, ну вот именно на лучах, самое темное, полки, ну такие еще более-менее. Думал сейчас ехать собирать, но я в покраске забыл эти. Не пиля. Вот сейчас приезжал, а его нету. На пачке смотреть. Ну а так прикладывал, в принципе, к цвету они нормально сочетаются к моему. У меня же уже были опелевские с сиреневым центром. Там был поинтереснее цвет, если честно. Я хотел такой же, но только вот такой вот был Кэнди. Там прям, ну такой сиреневый прям. Даже черничный, наверное. Нет, вот это, наверное, больше черничный. А там именно такой, к фиолетовому. А сколько взяли за попраску? Семерку. Да хуя. А где грязь? На Ейском шоссе, получается. Ну я везде спрашивал, мне вообще даже пару пятнашку назначали. Просто на соотношение качества работы, цены смотреть. Ну я реально, я на Авито везде спрашивал. Дорого назначали, вот он самую дешевую цену мне сказал. Ну я фотки именно прикладывал. Они у меня еще до этого были в порошке, в золото покрашены. Поэтому, видимо, тоже из-за этого цена. Но я у себя тоже, мне их красили за 6 тысяч полностью со снятием. То есть оставлял машину мне, их снимали. А, подише, ты с песочкой засели? Да. Да нормально. Вот ты думал, просто что ли пустой диски покрасить? Значит, можно просто покрасить? С песочкой? Нет, именно с песочкой, да. Хорошо. Именно полностью их отпесочить. Они же были полностью золотыми. Вот и полностью покраска. Вот такой краткий обзор его Ашахи. Все, забрало получается ковер. Немножко поговорили. Да, человек стесняется разговаривать на камеру, как и я. Но, ладно, пустим в этот момент. По поводу покраски он имел в виду, сперва, дорого. Потому что просто как бы он подумал, что покраска. Когда спешил с песочкой, я говорю, да. Он говорит, тогда нормальная цена. Поэтому по поводу цены, все-таки действительно, да, подтвердилась. Самая минимальная цена мне досталась по Краснодару покрасить мои диски. Как я и сказал уже, везде ценники очень сильно разнятся. И порой даже просто за такую обычную покраску просят там, ну, чуть ли не по 15 тысяч. Это, соответственно, вообще, ну, не дело и очень дорого не обосновано. Ладно. А тем временем у меня снова позвонили с покраски. Он, оказывается, туда приехал. Уже. Я приехал, там никого не было. Уехал. И сейчас мне обратно ехать туда, забирать не пиля. Но уже, наверное, диски я буду собирать завтра, попробую. Не знаю. Сейчас уже неохота никуда ехать на другой конец города опять, чтобы собрать диски. Нашел я место у нас в городе, где взрывают бустером. В принципе, не особо далеко, но все равно ехать туда прилично. Там премиальная шинка, получается, обслуживают дорогие машины. Я спросил у меня в стиле, да, готовы собрать аккуратно. Но вот по ценнику, правда, не сказали. Но думаю, что не должно быть прям мега дорого. Потому что, ну что, просто взорвать два колеса бустером, ну, шуя, наверное, выиграет рублей в 500. Так что обязательно поставьте лайк, поддержите Диму и меня, чтобы мы не стеснялись снимать что-то на камеру. И также напишите комментарии, как вам вот такие вот форматы блога. Стараюсь снимать как можно больше. Но опять же, на телефон это делать не так уж и сильно удобно. Приехала сейчас на рамке, меряем номер. Вот, сняли бампер, потому что хочу закрепить его, чтобы он был быстросъемным. Да. Ну, все это место, наверное, знают в Краснодаре, на Ростовке, в ГАЗ-номера. Вот, сейчас меряем, чтобы, опять же, повторюсь, был быстросъемный номер. В быстром темпе все показало. Но, кто не понял, я имел в виду, вот, у меня решетка на бампере, и я хочу на эту решетку лепить номер, чтобы он был на магнитах, на силиконовой рамке, чтобы, когда он снимал, ничего не было, просто пустая решетка. И, соответственно, номер прилепляешь, едешь, и он никуда, чтобы никак не отвалился. Вот, этот мой вопрос пообсуждали. Но, в любом случае, наверное, многие знают эту контору по изготовлению номеров, которая находится на Ростовке. Вот, немножко с ней поговорил, сказал, что вскоре цены повысят. Сейчас пока еще по старым ценам, потому что запасы есть. Но новые уже скоро, когда надо будет покупать, придется все-таки повышать. Хотя все и отечественное производство, так скажем, они могут немножко подзадрать цены. Ну, будем надеяться, что не слишком высоко, потому что тачки надо строить. Сейчас же я уже приехал забирать кронштейны. Вот, собственно, там же, где мне и красили диски. Вот, заберу непилечки, и уже завтра буду собирать колеса, потому что сегодня уже ничего не успел, уже темнеет. Забрал я свои кронштейны, вот так вот они выглядят. Конечно, немножко стрёмненько, но это они без лака, просто в черный матовый они задуты. Они не будут, все равно их не будут видно. Тут с этой стороны двигатель будет, и все равно здесь будут генераторы висеть, там будет этот компрессор кондиционера тоже висеть. Это вообще не будет видно. А так вот только сверху чуть-чуть будет видно. Ну, черное-черное, как бы все чистенько, аккуратненько. Залетел сейчас на работу, быстренько, подтащить нипелечки, ну или как их правильно назвать, вентиля. Потому что они у меня задевают, вот в этом месте суппорт, прям на уголке. Но они уже были притерты у меня получается, но я все равно чуть-чуть их подточил, чтобы это поаккуратнее выглядело. А также вот этот вот сам кругляш, тоже там оно в бортик диска упирается. Значит, почистил я их сегодня белизной. Ну, вот это средством для чистки ванны, унитазов. Прям хорошо всю окиснило, всю грязь. Или от колодок. Вот, то есть они снова блестят. Все, резинки, конечно, немножко подсохли, но это не страшно. Еще, кстати, забыл сказать о важном моменте. Высота вот этих вентилей, она слишком высокая. Она рассчитана под диски, ну, под литье. Соответственно, у нее вот этот уровень высокий. Но я его снизил благодаря стачиваниям вот этой вот шляпки, точнее, ну, резьбы делал меньше, чтобы, соответственно, резинки прислонялись лучше друг к дружку. Потому что диск шнаполный, он тоньше идет. И порой неплотное соединение не бывает. Ну, а сейчас все в порядке. В принципе, у меня уже это и так работало. Только еще вот чуть-чуть поддоработал, чтобы прям совсем хорошо было. А то иначе у меня травил один диск из четырех. А, благо, сейчас разобрал, так можно довести до ума. Помыл машину. Надеюсь, завтра она в сосудку не превратится. Итак, прошло пару дней. Колеса я так пока и не собрал. Вентиля у меня под боком валяются. Направляюсь сейчас к Больботу. Хочу подключить, наконец-то, сабвуфер к моей Android-магнитоле. Потому что у меня не хватило длины. А вся вот эта вот связка, она находится у меня в багажнике за крапетом. Соответственно, мне надо разобрать всю бочину пассажирскую, чтобы подтянуть провода. Не знаю, сколько по времени это займет, но надеюсь, сейчас быстро управлюсь. А партнером этого выпуска стал интернет-магазин Bunker. Если хочешь современный топовый шмот, то переходи в описание под видео, вводи промокод Аспарагус и получи скидку 10% на любой товар из магазина. Так, все, я закатился. Немножко поболтали. Разгрузил багажник. Вот у меня все барахло здесь валяется. Теперь на крыше. Чтобы освободил место для работы. Сейчас у меня первая задача открутить полностью этот коровлен, отогнуть. Потому что у меня под ним все находится. Дальше надо хотя бы вытянуть это все до переднего сидения пассажирского. То есть вот идут. Вот они идут. Отсюда два провода вот этих. И все. И потом уже, может сегодня, если не успею, там или потом как-нибудь тоже доподтянуть. Здесь останется только вот этот порог открутить. Его сложнее всего откручивать. Потому что неудобно здесь откручивать отверткой. Вот. Ну и потом уже отсюда пойдет. Не знаю, может так подтянется. Просто он там зафиксирован с другими проводами. Также с пневмотрубкой на хомутике, чтобы это все вот так вот не болталось. Вроде и сделал хорошо, и в то же время плохо, неудобно. Вот надо подтянуть один провод, и приходится это все дело разбирать так сильно, чтобы подтянуть один провод. Вот, кстати, мой ковер. Он запакован. Я вообще даже не распаковывал. Надо отдать в дотейлинг, чтобы его нормально отхимчистили. Также вот синий кожух от КПП. Он такой вот пыльненький, грязненький. Также чехольчики под задние сидения. И также два комплекта кик-панелей. Вот. Один хороший, тот самый есть. Прям вот лютый. Вот он первый лежит. Оставлю себе. Вот этот второй я продам комплект. И как раз денежка пойдет Диме, потому что я у него в долг взял. Ладно, не буду взглядеть, продолжаю работать. Так, вот, значит, вытянули провода. Вот этот вот белый, это у меня рем. По-моему, так он называется. Вот, если неправильно назвал, напишите в комментариях, как он называется. И вот два провода на тюльпаны. Между ними, видите, вот эта вот полоска. Это идет вот этот же провод, рем. Не знаю, почему мне тогда Семен четыре года назад пустил именно, ну, так вот дополнительный. Видимо, он получше. Вот. Либо вот этот где-то они закосячили, порвали и пустили новый. Как бы, не знаю. Так и не шел этому объяснению. Ну, ладно. Как бы сделано, то сделано. Я бы, конечно, все это пустил бы вот так вот в одном деле. Ну, ладно. Все, сейчас вот сюда протягиваю. Вот, буквально там надо подвытянуть. Тут тоже разобрать там две секунды это дело. Все. И потом здесь чуть-чуть остатки, наверное, так же прикреплю на место, где был у меня ремень безопасности. Вот, тут немножко шумка отклеилась. Вот эта вот поролонка именно. Ну, ничего страшного, тут она все равно ничего не делается. И вот. Пришлось, конечно, вытащиться буфер, чтобы нормально отогнуть карпет. Но без этого никак. Хотя бы вот так вот. И то мне мешает распорка. Ладно, сделал более-менее. Итак, вот я все подразобрал это дело. Небольшие печальные новости. Здесь все нормально, все подтянул. Маленький запасик вот такой оставлю петельку. Сейчас его подцеплю там за бывшее крепление ремней безопасности, чтобы был запасик. Все, вытянул я через сюда. Здесь открутил пластмаску. Здесь немножко грязно надо, сейчас будут тряпкой протереть, а все, грязь, пыль. Дальше разобрал вот эту центральную пластмаску, стойки, где ремень безопасности. Все. И дальше пассажирский этот порог. И вот тут начинается самое веселое. Здесь очень много конденсата. Получается, под ковролином и под самой шумкой. Прям все так, ну, сыровато. Прям не сказал бы, что болото, но очень, как бы, ну, сыро. Собирать я, короче, это дело не буду. Пусть это все дело просыхает. Буду посылать нафиг всех пассажиров. Вот. Ну, реально, без этого, ну, никак. Вон, видите, капельки есть. Как бы здесь ничего гнить не будет, потому что здесь все покрашено. Вот, зеленой краской, такой для заборов, да, хороший, суровый. Потом уже сверху, где был голый металл, все это дело загрунтовано. Ну, фотки я приложу, если не забуду. Перед тем, как я зашумел все. Ну, и, соответственно, потом еще виброизоляция все очень тщательно так вот заделано. И потом уже брошена штатная шумка. Конечно, вот она любит впитывать влагу, вот ее просушить будет труднее всего. Ковролин, ну, ковролин хрен с ним, он и так, как бы, высохнет. Все. Вот, также тут вот начинаю подтягивать потихонечку провода. Вот тоже сейчас этот скотч уберу, с помощью которого приклеил к шумке, чтобы это все дело не гуляло. И все, вот, в принципе, они уже виднеются там провода. Останется только их снять магнитолу и через отверстие туда просунуть как-нибудь, прогнать с помощью проволоки, либо провода. Все, я закончил. Вот так вот пока оставил, подсунул деревяшки, чтобы хоть как-то просыхало. Также осталась здесь провода, их чуть позже можно будет спокойно уже просунуть. Здесь деревяшку засунул, сзади тоже деревяшку просунул. Вот, чтобы это все дело, говорю, опять же, просыхало. Мусор весь убираю за собой, как всегда. Перемотал немножко изоленты все, прибрался. Ну, в общем, как обычно, навел порядок. Все, завожусь и выезжаю. Наступил следующий день, нахожусь снова в машине. Сейчас с помощью зажигалки и канцелярского ножа вырезаю дополнительное отверстие. Ну, как, расширяю старое, через которое у меня все протянуто, вся проводка до магнитолы, потому что не хватает попросту места. Вот тут уже немножко, тут уже немножко все он запылилось. Вот, вот это вот место я сейчас уголочек подрезаю, потому что тюльпаны, они очень толстые. Получается, у меня мало того, что надо сами вот эти вот фишки просунуть, так еще и провода, они толстые. Вот, не знаю, по одной фишке-то может все и пролезет, но вот две сразу, не знаю, вот поэтому расширяю так. Все, закончил я ковыряние с машиной, уже стемнело, как видите, не успел там показать, но там показывать в принципе нечего. Затянула провода в этот бывший воздуховод, но, как оказалось, мне нужен Y-разветвлитель, или как-то так он называется, чтобы подключить провода от сабвуфера к штатной проводке от Android-магнитолы, потому что там идет только один разъем. Ну, или там один тюльпанчик, как его правильно назвать. Ладненько, на улице холодно, заканчиваю на этом видос. Всем спасибо, что смотрели это видео, обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, они указаны в описании под видео, также я указал там карточку для доната. Вы очень сильно поможете в развитии проекта, потому что я один, грубо говоря, все тяну. И сейчас надо будет в ближайшее время вести еще тройку, а на нее вот тоже я начну вообще-то закупать ништяки, чтобы сделать, так скажем, хотя бы около музейный экспонат. Ладненько, всем до встречи. А, еще, кстати, подписывайтесь обязательно на телегу, потому что инсту я немножко перестал вести уже, как-то подзабил, и с этим VPN мне охота туда залезать. Ну все, всем до встречи и пока.